Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Помощь для неотложки. Четыре новых кареты скорой помощи получили медики Анапы благодаря губернаторской программе. Роздолье для пешеходов. Коммунальные службы благоустраивают улицу Кирова. Патриотическое воспитание с молодых ногтей. Первый фестиваль боевых искусств на Кубок атамана Анапского казачьего войска прошел в нашем городе. Анапские виноделы достойно представили родной город на агропромышленной выставке, которая прошла в краевом центре. Это событие завершило минувшую рабочую неделю. Мэр курорта Сергей Сергеев возглавил нашу делегацию. Вместе с остальными участниками кубанской ярмарки приветствовал губернатора Кубани и обсуждал с аграриями перспективы развития отрасли. Урожай и немалый на Кубани собран. Результаты крестьянского труда на агропромышленной выставке. Чего здесь только нет. Анапу представляют известные виноградари и виноделы. Народ они особый, творческий и беспокойный. Янтарные ягоды как раз сейчас поспевают. Дома во всю уборка. Но и ярмарку не пропустить. Лучшие винодельческие традиции в Анапе. Люди приходят, во-первых знают нас, во-вторых смотрят Анапа. И сразу совсем другое лицо, сразу другое отношение. То есть приятная улыбка, приятные воспоминания и люди пробуют. Конечно, что-то нравится, что-то может быть не так нравится, но тем не менее вспоминают те вина. И когда мы представляем наши рислинги, мы представляем наши ракоцители и знаменитые наши красностопы, которые были только в Анапском районе, приятно ощущать то, что люди это помнят. И они покупают эти вина для того, чтобы насладиться ими за ужином. Да, Анапа узнаваема, конечно. Все как один наши анапские виноделы подчеркивают, потерянное в 90-х возрождается к жизни. На курорте посажено 42 гектара молодых виноградников. Идет раскорчевка старых угодий. Объем инвестиций в виноградарство только в этом году превысил 40 миллионов рублей. Это только начало. Я считаю, что в будущем это будет гораздо больше. У нас еще столько неосвоенных земель, точнее уже заброшенных. Раньше же это все были виноградники, но мы их будем восстанавливать. С главой региона Сергей Сергеев о самом важном, о возможности реализации местной продукции. Виноделы с нетерпением ждут, когда заработает первая лицензия на продажу гаражного вина. Вениамин Кондратьев подчеркивает, аграрии должны иметь возможность зарабатывать своим трудом. Мы можем говорить сегодня о празднике. Конечно, праздник есть, потому что урожай это рекордный. Но эти рекордные урожаи нужно продать. Нужно и заработать. Иначе нет смысла говорить о каких-либо росте. Если роста в кармане, каждого селянина не будет. И сегодня задача власти в целом и моя, и администрации, и собрания нашего сделать так, чтобы селянин мог зарабатывать. Чтобы фермер мог зарабатывать. Личные подсобные хозяйства могли зарабатывать. Ведь сегодня огромный урожай, который существует, нужно сохранить и нужно реализовать. То есть должна заработать та самая система, которая позволила вот это все выращенное превратить в прибыль. Иначе нет смысла в этой беспрецедентной господдержке. А господдержка сельскому хозяйству и в этом году, и в следующем будет сохранена в прежнем объеме. А может, дай бог, если мы посоветуемся с Владимиром Андреевичем, если будет еще чуть-чуть, может еще и добавить. Фундамент развития любой отрасли экономики – господдержка. Сельское хозяйство в числе приоритетов государственной политики. Поддержка набирает обороты. Постоянно мы каждый год все больше и больше денег получаем на развитие в виде субсидий малых форм хозяйства. Если в прошлом году мы получили немногим менее 10 миллионов, то в этом году мы уже на 21 миллион готовы оказать поддержки нашим малым формам хозяйства. Это владельцы личных подсобных хозяйств, это владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, которые занимаются в сфере сельского хозяйства. Анапчане не изменили себе. Были одними из лучших на Кубанской ярмарке. Мимо такой мастерски украшенной выставочной площади было не пройти. А наши знаменитые виноделы еще раз доказали – хорошее вино – это настоящая философия и искусство. В Анапе в минувшие выходные прошел организованный под эгидой властей города-курорта и казачества первый фестиваль боевых искусств. Организаторы говорят, что это только начало. Его географию планируется расширить. На фестивале есть призеры, но это не спортивное соревнование. В чем отличие изучили наши корреспонденты. Это УШУ. Участники показывают как индивидуальное мастерство, так и синхронную командную работу. Владимир Паркин в черном. Ему 10-1,5 года занимается в школе единоборств. Говорит, что за это время достиг определенных успехов. Шест, меч, 32 формы, 20 формы, еще 16 формы. Мне нравится ходить, это мне подходит. Я как бы такой боевой, у меня память хорошая, я лучше все могу быстро все выучить. За эти медали и кубки соревновались более 100 юных анапчан. Это не спортивное состязание в привычном смысле, а именно фестиваль. Судьи оценивают показательные выступления на технику и зрелищность. Это выступление вне конкурса. Казаки – сорганизаторы фестиваля. Мы хотели подчеркнуть и посмотреть, чем наши дети сегодня занимаются в Анапе. Какой вид спорта более популярный, более актуальный для детворы. Ну вы сами сейчас видите, что происходит. Люди смотрят, аплодируют нашим деткам. Мы рады, что наши дети все-таки занимаются спортом и прославляют наш город в курорт. Само мероприятие, можно сказать, придумал директор 5-й спортивной школы Александр Ким. Около полугода шла подготовка. По замыслу организаторов, фестиваль должен стать агитационной площадкой за спорт. Мы решили показать тот потенциал, который существует в нашем городе. Раскрыть внутреннее содержание тех федераций, которые известны здесь в городе. И, может быть, этим самым привлечь наибольшее количество людей, которые хотят присоединиться к нам. Идею проведения фестиваля поддержали в городской администрации и Совете депутатов. В перспективе планируется поднять статус мероприятия до краевого или всероссийского уровня при поддержке региональной Федерации боевых искусств. Это будет определенный статус, присвоен данным соревнованиям. И мы будем иметь право приглашать со всей Кубани, со всей России для участия в нашем фестивале. Подготовится соответствующая документация. Федерация работает над этим непосредственно. Ким Александр работает над этим вопросом. Организаторы отмечают, что у Анапы уже есть опыт проведения соревнований самого высокого уровня. А сам город-курорт – один из лидеров в регионе по числу занимающихся единоборствами. Уже следующий фестиваль станет открытым. Принять участие в нем сможет любой желающий. Автопарк «Скорая медицинская помощь» пополнился четырьмя новыми автомобилями. Два автомобиля реанимации и два полноприводных «Баргузина» станут настоящей подмогой тем, от чьих усилий зависит человеческая жизнь. Оборудованные по всем требованиям современной медицины. И уже в ближайшее время новые кареты «Скорой помощи» можно будет встретить на улицах нашего города. Вот уже много лет Ильдар Ширалиев работает на станции «Скорой медицинской помощи». Начинал с должности водителя. Теперь главный механик по выпуску автомобилей на линию. Он с гордостью рассказывает о новом пополнении в автопарке. Теперь водителям будет работать легче. Автомобили обеспечены всем необходимым. Перегонял эти машины из Краснодара я сюда, с двумя водителями еще. Да, конечно, по последнему слову техники сделано. Водителю очень легко. То есть, если старые машины, ну, морально уже устаревшие, и жарко в машинах было. Летом доходило до 50 градусов температура в кабине. Это не секрет, газели у нас, ну, такие, мы ничего не можем делать. Здесь уже стоит кондиционер, уже стоит навигационная панель. То есть, можно подключать навигатор, и, соответственно, всю карту города будет показывать машина. Куда, на какой вызов, как, а это время. Получить автомобили анапские медики смогли благодаря губернаторской программе развития здравоохранения. До этого времени автопарк «Скоры» насчитывал 20 автомобилей, причем многие из них исчерпали свой ресурс. Новые автомобили планируется оснастить спутниковой системой наблюдения. Это позволит диспетчеру отслеживать местонахождение в режиме реального времени. А если будет необходимость, скоординировать движение реанимационных групп. На это уйдет всего несколько секунд. Это, в первую очередь, повышается мобильность. У бригады будет свой планшет. На планшете будет отображаться, диспетчер будет видеть, где находится бригада. Вызов будет передаваться непосредственно на планшет. И если у бригады будут возникать какие-то затруднения в плане доезда до места вызова, они могут тут же на самом планшете посмотреть по карте, как им удобнее выехать. Ну и, соответственно, мобильность возрастает в разы. Это не то, что звонить на телефон или докричаться по рации. Здесь все продумано до мелочей. Начиная от трех видов носилок для транспортировки больных и заканчивая собственной системой энергоснабжения в 220 вольт. Кроме этого, в реанимобиле предусмотрена автономная система обогрева. Во время стоянки в бортовую сеть можно подключить внешний источник энергии, который сэкономит и топливо, и авторесурс машины. В свободные минуты от вызовов врачи тоже не упускают возможности заглянуть в салон автомобиля и оценить эргономику будущего рабочего места. Сергей Сухов на скорой уже более 30 лет. Салон вроде бы неплохой. То есть, эргономично все рационально везде расположено. Пока новые автомобили проходят процедуру регистрации и оформления. После постановки на учет за дело примутся инженеры. Они установят и протестируют дополнительное медицинское оборудование, которое пока ожидает своей очереди на складе. И уже через две недели машины выйдут на линию. Участок дороги улицы Кирова, пролегающий от Ленина и до Казачьего рынка, преобразится. Пешеходам будет проще передвигаться до важных социальных объектов, которые расположены в курортной зоне. По распоряжению главы Анапы Сергея Сергеева, для пешеходов будет оборудована отдельная собственная зона. Работы по реализации этого проекта уже начались в минувшие выходные дни. Для мам с колясками и людей пожилого возраста этот тротуар станет настоящим спасением. Теперь не придется лавировать между стоящими автомобилями и плотным потоком движения. Новая пешеходная зона будет выделена в отдельный тротуар шириной почти в три метра. В минувшие выходные сотрудники Ремстроя сделали разметку и распланировали место проведения работ. Сейчас полным ходом идет установка бордюров. Кстати, вес одного блока более 100 килограмм. Такое мощное ограждение специально применяется в зоне, где высока вероятность повреждения тротуара от автомобилей. Теперь будущему пешеходному бульвару ничего не грозит. Чуть позже строители уложат плитку. Длина нового тротуара составит около 70 метров. Практически завершены работы по благоустройству территории и возле городской больницы. Кроме того, что здесь уложено более 150 квадратных метров плитки, строители сделали отливы, установили урны и лавочки. Идет отделка дагестанским камнем. Местные жители уже по достоинству оценили новшества. Все это идет на благо народа. И нас радует именно то, что даже вот такой уголочек не забыт нашим правительством, нашими руководителями города. Большое им спасибо от лица всех жителей этого уголка, от лица пенсионеров и малышей, с которыми можно теперь легко гулять, дышать воздухом. Этот уголок стал одним из интересных уголков нашего города. Но, наверное, самое главное, здесь ликвидирована стихийная стоянка таксистов. Теперь кареты скорой помощи могут беспрепятственно проезжать на территорию городской больницы. А врачи – своевременно оказывать оперативную помощь в стационаре города-курорта. Анапские самбистки завоевали серебро на первенстве мира среди юниоров. Соревнования прошли в румынском городе Плоиште. Они объединили свыше 370 спортсменов из 30 стран мира. Россия, Армения, Румыния, Марокко, Корея, Франция, Германия, Канада и других. Анапу представляли воспитанницы 4-й спортшколы – Энзина Воронина и Дарья Тепчук. Мы поздравляем наших спортсменок с достойной победой. В четверг состоится традиционный велосипедный крестный ход, посвященный героям-защитникам Отечества. Мероприятие приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Такой необычный крестный ход, собирающий до 200 велосипедистов, проходит в Анапе по инициативе православной молодежи города уже более 15 лет. Шествие начнется в 14.00 от храма преподобного Серафима Саровского и до санатория «Жемчужина России». Там возле часовни состоится праздничное мероприятие с выступлением детей и общественности, угощение, а затем шествие вернется тем же маршрутом. Начало регистрации с 13.00 на подворье храма. К участию приглашаются все желающие. Обращаться можно по телефону 8-918-6464-302. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы также можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова